сейчас модно сдавать анализы для того чтобы потом что-то попить и скорректировать своем организме давайте разбираться так ли это важно сдавать анализы и ориентироваться только на них если да то как это делать правильно здравствуйте меня зовут марина жигульская и на моем канале школы здоровья и ресурс мы сегодня с вами говорим про анализы и все что с этим связано досмотрите это видео до конца обязательно и узнаете какой маркер сдавать надо обязательно и он даже важнее холестерина и так я часто наблюдаю картину как и ко мне приходят клиенты и в принципе это сейчас очень распространено в сети какие анализы надо сдавать на какие показатели надо опираться и почему-то сейчас мало кто говорит о том что симптоматика гораздо важнее анализов почему потому что симптоматика это ваш организм здесь могут быть индивидуальные реакции могут быть прямо вот по списку и симптоматика никогда вас не обманывает она здесь и сейчас есть это красная лампочка которая зажигает ваш организм для того чтобы вы обратили внимание а вот анализы несколько другая картина потому что анализы зависят от очень многих факторов например вы понервничали накануне пошли издали ттг и увидели его показатель который прямо стремится вверх но это не значит что надо на него опираться это значит что надо успокоиться и пойти пересдать ттг это один из примеров анализы зависят от многих факторов это ваше состояние накануне стрессовали не стрессовали что ели была ли физическая нагрузка были секс например а это зависит от того какие препараты вы принимаете это зависит от того какие маркеры какого качества как транспортировали в лабораторию вовремя ли сняли жгут и так далее а иногда бывает так что например мы сдаем анализы антитела например они молчат но при этом ярко выраженная симптоматика у этого организма что здесь есть аутоиммунная реакция и однозначно есть антитела то есть анализы это всегда вторично первичная симптоматика и вот когда мы сдаем анализы мы всегда опираемся на какие-то цифры которые обязательно надо привести в норму то есть мы бьемся чтобы снизить холестерин а по факту вырвана из контекста вот эта цифра в бланке анализа она возможно вам жизнь спасала а вы во что бы то ни стало пытаетесь привести ее в норму и анализы всегда надо сопоставлять симптоматикой бывает так что например мы видим результаты анализов мы видим симптоматику человека и мы читаем анализы интерпретируем исходя из этой симптоматике совершенно по-другому нежели например у другого человека мы бы прочитали потому что у него другая симптоматика то есть когда мы смотрим например тот же холестерин мы должны сопоставлять а что в организме происходит например с углеводным обменом если инсулина резистентность а в каком состоянии щитовидная железа и исходя из этого уже принимать решение как конкретно это корректировать то есть мы всегда смотрим на результаты анализов только в совокупности с симптоматикой и никогда не читаем анализы отдельно от организма мы смотрим всю картину целиком теперь то что касается референсов вот эти референсы которым мы во чтобы то ни стало стараемся прийти во первых надо понимать что референсы как они образуются берется какая-то средняя выборка людей например полторы тысячи туда попадают люди условно здоровые и из этих людей берут результаты и средние выводят именно поэтому например еще там лет 50 назад даже 40 наверно глюкоза в крови было например 36 это верхняя граница норма была а сейчас она 5 не потому что у нас изменился метаболизм а потому что люди просто начали есть больше сахара гораздо больше чем 40 лет назад и поэтому цифру в бланке анализа подняли и еще один момент такой например почему опускают некоторые референсы по белку ко мне приходят люди у которые говорят у меня с белком все в порядке я говорю какая цифра белка они говорят 69 ну-ка куда же это в порядке это не в порядке цифра белка должна начинаться хотя бы 73 но официальный референс говорит что 66 это нижняя граница нормы или там 68 в некоторых лабораториях и это очень мало и это еще одна причина по которой не надо ориентироваться на референсы потому что если поднять цифру референса до 73 получается что большинство людей у нас не здоровы а почему по белку конкретно может быть потому что у них в рационе мало белка а если принять это как истину что у них в рационе мало белка значит в потребительскую корзину надо этот белок положить и надо больше яиц больше мяса ну то есть больше белковых продуктов а это дорого это значит что надо будет поднять пенсии пособие детские выплаты минимальные размеры оплаты труда и так далее как вы понимаете это не очень выгодно никакому государству поэтому проще опустить цифру референса и принять это как за вариант нормы следующий момент например тиреоидные гормоны когда мы сдаем ттг когда мы сдаем т4 но как правило только их и назначают по хорошему надо еще посмотреть конечно же т3 и антитела и вот когда мы сдаем т3 и т4 у нас есть верхняя нижняя граница референса и вот мы должны стремиться чтобы наш результат был в верхней трети референса ко мне приходят клиенты которые чуть-чуть перешагнули за нижнюю границу и врач уже говорит все вы здоровы но на самом деле при этом всегда у человека есть симптоматика и он сидит кабинете у врача и говорит доктор ну почему же мне так плохо у меня лезут волос у меня нет энергии я отекаю и вообще мне вот ну просто я не могу с кровати встать утром ничего не могу сделать ваши анализы в норме поэтому ориентироваться на аль из в этом случае точно не стоит потому что по симптоматике это уже признаки субклинического гипотириоза а анализы и симптоматика это всегда рука об руку но первичный всегда первично всегда симптоматика всегда анализы это потом мы смотрим и не читаем их никогда в отрыве от вот этого конкретного организма про который они будут говорить как нутрициолог могу вам сказать что при всем при этом диагностика действительно очень важно и отлично что у нас есть с вами такая возможность пойти сдать анализы и посмотреть что происходит вашем организме например когда мы сдаем биохимический анализ крови мы очень детально и точно можем определить в каком органе жкт у нас есть поломка потому что когда у нас жкт выходит из строя не сразу догадаешься что конкретно там сбоит и анализы поэтому конечно же сдавать нужно раз в год например вы берете перечень анализов своих и это будет перечень не один для всех это будет индивидуальный потому что у кого-то тонко например щитовидной железе у кого-то например тонко в желчном пузыре и анализы эти будут естественно для каждого разные это зависит например от возраста это зависит от вашего генетического потенциала ну то есть несколько факторов но что надо понимать надо понимать что к анализам надо подготовиться нельзя их сдавать например на фоне нервного какого-то периода или стресса потому что вы получите ложно завышенную картину или ну как бы ложную картину ложно положительный или ложно отрицательный результат нельзя сдавать анализы когда вы пьете например некоторые витамины биотин это то вещество которое есть практически в каждом комплексе сейчас очень распространены они для кожи волос ногтей витамины группы b и так далее то есть это то вещество которое тогда добавляется и он будет менять картину ваших анализов перед некоторыми анализами надо ограничить какие-то продукты питания естественно сделать скидку на то что вы пьете например какие-то лекарственные препараты они тоже могут менять результаты анализов поэтому к сдаче анализов надо готовиться например вот тот же глюкоза и инсулин их сдавать надо всегда только в один и тот же день и желательно вызывать лаборанта на дом для того чтобы вы даже с постели не вставали но если вы все-таки пришли в лабораторию своим ходом то посидите хотя бы полчаса успокойтесь не скриньте ленту новостей послушайте музыку какую-то подумайте о чем-то хорошем и потом идите издавайте глюкозу и инсулин и вы получите более достоверный результат понятно что есть индивидуальные рекомендации но некоторые моменты надо учитывать во первых не должно быть стресса накануне во вторых никаких физических нагрузок активного секса в третьих убираем желательно по возможности все бады накануне перед сдачей анализов желательно мы пьем достаточно воды но немного потому что опять же некоторые результаты анализов это может тоже искажать до полутора литров в день это вполне допустимо но тут опять есть нюанс если до этого выпили 200 граммов в день а тут вы выпили полтора литра то естественно вы получите немножко другие результаты ваш организм к такому объему жидкости не привык если вы пили полтора литра пейте свои полтора литра если вы пили 252 теперь то что касается прочтение анализа мы никогда не читаем анализы в отрыве от организма и один и тот же результат анализа можно прочитать по-разному в зависимости от того какую симптоматику мы наблюдаем поэтому я не очень понимаю такую услугу которую сейчас оказывают некоторые нутрициологи ну или даже врачи когда вот онлайн прочитаю ваши анализы невозможно прочитать анализы онлайн в отличие в отрыве от симптоматики и поэтому как минимум этот нутрициолог или врач должен расспросить вас о том как вы себя чувствуете какие у вас есть симптомы и только тогда интерпретировать ваши результаты анализа теперь что касается отдельных таких моментов очень часто мы например пугаемся какой-то цифры например повышенного холестерина и во что бы то ни стало пытаемся привести его в норму а на самом деле холестерин вам в частности будет спасать жизнь это та цифра в бланке анализа которую ни в коем случае нельзя тянуть к референсу а причина повышения холестерина как правило в другом это поломанный углеводный обмен например да это воспаление это много углеводов вашем рационе питания но в то же время есть например такие показатели которые вообще никто никогда не сдает а это гораздо важнее чем холестерин особенно после перенесенного к вида после прививок которые нам ставили через одного и этот показатель гомоцистеин гомо именно гомоцистеин это аминокислота которая в нашем организме разламывает сосуды изнутри и холестерин стремится залатать сосуды если вы не сдаете гомоцистеин но при этом холестерин вы во что бы то ни стало тяните к референсу до чтобы опустить его то ну вот представьте какую судьбу вы готовите для своих сосудов поэтому анализы это всегда второе место первое место это симптоматика она важнее и симптоматика вам сразу показывает лучше вам становится или хуже анализы же могут запаздывать могут запаздывать до 6 месяцев и такое часто бывает например у эндокринолога стереоидными гормонами когда человек говорит доктор мне плохо доктор смотрит а анализы в норме но как был в норме я вам уже сказала да что чуть там заступил за низ референса и у это уже норма то есть не надо лечить анализы для того чтобы не лечить анализы надо понимать как устроен ваш организм как он функционирует и что такое в принципе здоровый организм и что такое симптоматика которая является уже сигналом обратить на него внимание для этого я подготовила для вас три бесплатных урока найти которые вы можете по ссылке в описании к этому видео а с вами была марина жигульская школа здоровья ресурс до встречи в новых видео